Важный момент это политическое планирование главы региона и той элитной группы, к которой он относится. Потому что одна история, когда руководителя региона ставят всерьез и на долг, и совершенно другая история, если этот региональный лидер рассматривает свое пребывание в регионе как некий плацдарм для дальнейшей политической карьеры. И, соответственно, совершенно по-разному он будет себя вести в регионе. Соответственно, мы исходим из того, что необходимо при описании процедур управления учитывать 4 диалога. То есть губернатор и федеральный центр, несмотря на переход к выбору на стегла регионов, у федерального центра есть очень много возможностей воздействия на губернатора и президента вплоть до его снятия. Губернатор населения, губернатор местной региональной элиты и губернатор и внешний бизнес. Чуть позже мы поговорим о том, как именно работают эти диалоги. Плюс, опять же, есть такая штука, что, несмотря на то, что федералы формально не могут спрашивать за результаты выборов с главы региона, по факту это является одним из основных критериев оценки его деятельности. Если мы говорим о специфике имиджевого позиционирования губернатора, то очень часто оно связано, как мы видим по типологии, с его происхождением. Совершенно разные политические стили, мы чуть позже об этом поговорим. Есть у выходцев из силовых структур, у такой классической номенклатуры, у выходцев из бизнеса, из политики и так далее. Замечу, что, просто по назначениям, с 2005 по 2011 год 47% были новые главы регионов, причем 27 из них были варягеры. И интересно, обратите внимание, что из новых 15 ушли досрочно, не доработав, до окончания первого срока. В общем-то, могу сказать, что система назначений глав регионов у нас, как правило, оказалась неуспешной. Причем, особенно это касается тех ситуаций, когда вот эти назначения происходили не человека, а выходца из региональной элиты. Потому что, ну, можно назвать достаточно успешное, на мой взгляд, назначение, когда это был человек, или уже работавший в муниципальных органах власти в регионе, или работавший в команде губернатора, ушедшего на повышение. То есть, там нужно привести, например, Челябинск область, Красноярский край. И подавляющее большинство вариантов оказались у нас в регионах неуспешными. Причем, интересно, что из новых глав регионов, которые у нас были назначены уже после заявления о переходе к выборам глав прямым, и вот за полгода, когда произошли назначения, мы видим, что 9 дворядов, 9 местных и 3 человека, которые были родом из региона, но на момент назначения в регионе не присутствовали. Еще интересная штука, которая тоже очень серьезно определяет жизненный опыт губернатора, соответственно, стиль его политики, это вообще, имел ли он когда-либо опыт конкурентной политики и личного участия в выборах. И мы видим, что, например, из тех, кто у нас недавно были назначены, только пятеро имели опыт выборов на пост главы региона или столицы региона. И, в общем-то, большая часть или вообще не имела никакого опыта, или участвовала только в составе партийного списка, что, понятное дело, совершенно не то, если вы выбираетесь в одномандатном округе или баллотируетесь в качестве кандидата на пост мэра или губернатора. Ну, по типологиям, может быть, потом мы чуть-чуть вернемся к этим темам. И, соответственно, вот мы выделили с коллегами несколько типовых объектов управления со стороны губернатора. Понятно, что губернатор вынужден управлять всеми ними, но в силу своего личного бэкграунда он выбирает для управления именно то, что ему более понятно. Например, управленческая вертикаль. Когда акцент делается на выстраивании под главу региона муниципальной вертикали, очень часто этим грешат выходцы или из номенклатуры, или, соответственно, представители в прошлом силовой структуре.